Для тех, кто любит пожёстче, короче. Никогда не думал, что такой робер и гиппопадан может оказаться таким интересным. Открываемся. О, чей-то карман, люди, да я в плюсе. Небольшая, но радует. Сезон все-таки открытый и успешно. Так, встал на крыло. Пошла. Ох, что-то ты на бок завалилась. Ну-ка давай, реанимацию тебе. Всем привет. Собираюсь на рыбалочку. Сходил в магазин, закупился тут опарышем. Переложить надо в баночку червём, соответственно тоже. Прикормочки взял. Ну, взял зелёные пены себе. У меня уже, в принципе, заканчивается такая уже практически нет. Надо. Просто купил. Взял прикормку. Пулемёт плотва. Сейчас она называется пулемёт премиум. Я так понял, что это обновлённая версия пулемёт плотва. Вот. От Юрия Петраша. Да? Да. Вот. Никогда я не пользовался. Что хочу по ней сказать. Тут есть отверстие небольшое. Я его понюхал. Я вам честно скажу, очень похоже на флагмановскую прикормку по запаху. То ли тут кориандр, скорее всего, есть. Но они же, естественно, рецепт не напишут. Масляничные, зернобобовые, кондитерская кориандр. Ну, короче, в общем, рецепт никто не расскажет. Хотя на флагмановской при кормке написано очень часто, что там есть. И, в принципе, там, не знаю, стоит ли скрывать состав. Всё равно пропорции ты не подберёшь. Такие, как у них, можно, я думаю, писать. Из новинок, что я ещё вот увидел. Пенопласт в протеиновом тесте. Продукт новый, как по мне. Я такого тоже ещё не видел. Вот. Ну и, ну что, выдвигаемся на рыбалочку. Поехали. Третий день идёт дождь. Вы на канале с дядей Мишей. Мы пытаемся вырваться третий день на рыбалку. Видно? Видно, вон вода. На лужах капли. Ну, могу сказать, что раз это третий день, значит, ситуация стабилизировалась. Ну, для рыбы, как известно, главное это стабильность погоды, чтобы она не менялась. Не знаю, есть у меня надежда, что всё-таки вечерний хлёв может чем-то порадовать. Всё-таки, надеюсь, может быть, пойти психануть, рискнуть, съездить на Днепр. Сейчас мы пойдём спросим у моего товарища по несчастью. Мы тут с ним остались вдвоём на хозяйстве. Делает нам не хрен будем ходить на рыбалку, даже в такую плохую погоду. Сейчас спросим, как у него-то. Какое у него мнение. Ну, с собой я его, конечно, брать не буду. Так, друг, скажи мне, идти на рыбалку или не идти? Что скажешь? Да я же тебя не буду брать, ты что, Решик. Ты такой товарищ у нас, что можешь простыть ещё, заболеть. Замёрзнешь там нафиг с непривычки, дождь идёт и будет тебе хана. А нам, как известно, хана не нужно. Нам нужно, чтобы ты у нас был живой и здоровый. Ну, посиди уже так. О, противушка начинается. И было принято окончательное бесповоротное решение всё-таки ехать. Невзирая ни на что, не рассчитывая ни на какой результат. Но мы едем. Едем на Днепр. Как всегда, район метро Славутич. Пока что я хожу туда. Дальше будет видно. Всё. Дорогу. Вот такое место. Относительно чисто. Сейчас тут поставлю табуретку, чтобы я прошаву под правой руки, чтобы можно было через этот пролёт бросать кормаки, чтобы не цепляться ни за ветки, ни за деревья, ни за боковые, ни за что. Вот тут и сяду. Это практически там же, где мы и были в прошлый раз, только метров на 50-70, ближе к мосту к Южному. А вот. Ну, как говорит Влад из моего одного из самых любимых каналов на Ютубе, Капитан Гак. Не будем разводить болтологию. Пора раскладываться. Ещё кормиться. Так, ну, практически разложился. Осталось только замешать прикормку на фидер-кормовку поставить. И можно начинать ловить. Хотел ещё добавить от себя, что пока были эти перипетии из погоды, докупил ещё две пачки прикормки. Быстрая река, фидер, я так подозреваю, это тяжёлая прикормка, и прикормка карась-чеснок. Был у меня, ну, я надеялся, что я поеду под Переяслав половлю карасика, но погода обломала, в общем, всё. Я не знаю, как тут у меня будет рыбалка. Ну, тут, по крайней мере, есть возможность, если что, накинул на себя дождевичок, посидел. Если совсем всё плохо, то, соответственно, взял ноги в руки, пять минут до метро, и ты уже дома. То есть тут, конечно, донная прикормка. Ну, честно говоря, пахнет она как-то странно, я такого запаха ещё не встречал. Очень много аниса, судя по всему, тут есть. И она такая коричневая. Вот, по идее, тяжёлая. А пулемёт премиум, плотва густера, она кориандром отдаёт. Сейчас тоже её покупаем. Ну вот, пулемёт премиум, она такая вот тёмная, почти земляного цвета, почти чёрного, перемешается с этой сбурой, и будет нормальный такой средний цвет, ничем не отпугивать рыбу. Сейчас я её вмешаю на сухую, а потом, естественно, добавлю воды и буду маркериться, клипсоваться, пока будет идти процесс настаивания прикормки. Солидные движения. Очень сильная ароматика в этой прикормке. Очень сильно пьёт воду. Вижу семена льна. Коноплю пока не вижу. Хотя очень часто её добавляют в прикормку, правда, не делают. Кто не знает, от конопли в время начинается полос, вот, и она поэтому не может наесться. И ей приходится постоянно стоять на точке и кормиться. Есть целый ряд таких веществ, от которых у рыбы понос карбитаина, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь. Вот. И как-то многие этим пользуются. Добавляют в приборку такие поносные вещи. По-моему, это она тоже. Найдена точка на дне, на дне. Глумина небольшая, до 4-5 метров. До фарватера я не додросил. Тут у меня марла шнура. Фарватер далеко. Вот. Идёт плоское, практически ровное дно. Практически ровное дно. И потом идёт плато из ракушки. Очень достаточно такое большое, метров, наверное, 7-8, может даже 10. Ну, просто поляны. В принципе, для меня это очень хорошее место. Потому что, как известно, на ракушке всегда задерживается питательная среда. Какие-то микроорганизмы, мусор. И вот на ракушке у нас всегда кормятся. Кормятся донные обитания. Вот. Поэтому место найдено. Сейчас буду кормить. Попробую монтаж онлайн, заготовленный дома, без фидергама. По-жестками, да? Как уже и говорилось. И если будут сходы, если вообще клевать будет. Если будут сходы, обрывы там и так далее, то тогда поставлю. У меня вот есть ещё один монтаж. Я взял дома. С фидергамом. Вот. Попробуем сначала без фидергама. Потом попробуем с фидергамом. Так. Что у нас тут? Ага. Все. Я вспомнил. Не прикольно. Ароматика у прикормки хорошая. Она даже поменялась. Вот она постояла. Я её второй раз заливаю. И она другой запах даёт. Ну, нотки те же. Но насыщенность запах другая. Вон стал этот запах не такой резкий. Напоминает сравнение с вином. Которое надо открыть, дать ему подышать и только потом пить. она проявится. Ну, не знаю, как она себя проявит. Но народ хвалит и у меня есть надежда, что всё будет хорошо. Ну, вот эта, которая, пулемёт плотва, или как она там называется, честно говоря, очень похожа на флагмановскую прикормку. Такое впечатление, что где-то рядом мешки с прикормкой стояли. Очень близко. А вы уже сами понимаете, как это можно расценить. Ну, если она будет работать как флагман, работает у меня, по крайней мере, то я буду только рад. Ну что, начинаем стартовый закорм. Времени у нас час. Не знаю, надо на телефоне смотреть. Часа два, наверное. И пошла первая. Ух ты, надо было сильнее бросать. Недолёт. Сильно недолёт. Побоялся шнур. Порой. О, так она хорошо поднимается на двор. Прикольно. Никогда не думал, что такой робер и хиппопотам может оказаться таким интересным в работе. Что-то тут сидит. Да, вот оно. Вот оно. Попалось. Первая. Вся куски маленькая. Вот такая. Совсем меньше ладошки. Опять была поклёта. Да, поклёта. Ура. Подсекаем. Открываемся. Блин, чё ж не мелкая такая, а? Сейчас будем с наживкой баловаться, покрупнее стать. Может крупная рука. Воры пришли. Трин-трин-тин-тин-тин. Заметили, что я их просёк. За парышем они пришли. Вечно они его воруют. Ну давай ещё разочек. Вот она. Очередная. Очередная плотвичка. Чик. Такая себе. Чайка блютву поймала. Ух ты! Зажрала она. Ничего себе. Ничего. Выводного края. Утрах вперёвку дороги. Учика. Ката-то еще同. Учика по篩оку. такая сегодня небольшая но радует сезон все-таки открытый и успешно это у нас 4 уже по счету это классно это класс торпедный крейсер то это у нас капитан врунгель плывет что-то даже название не вижу как он называется этот врунгель непонятно ни флага не название не даже номера никакого нет есть 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 вот так вот тише тише меньше травм наши шансы выжить когда тебя откущу ну что монтаж онлайн мне понравился действительно рабочий действительно хорошо видно плевки было пару холостых поклевок сейчас уже 6 часов вечера у меня пять три маленьких до три маленьких плотвички и 1 мастера еду подлещик я не понял но похоже даже может даже на белоглазку а что это такое там дергать что правы что боже как да конечно это зацепил до правой на учита корма люди да я в плюс ну вот ё-моё сколько тут крючков кто нашел патрос ну кормаком разжился такое тоже бывает не часто но бывает что же они тут такое зацепили что этим кормаком что он тут даже сталь вот так вот сталька такая дебелая ход на гитару что да кормак 60 грамм съемная кормушка мне нравится пригодится какая-то непонятная езда у нас тут происходит тут баржа странные покатушки разгонятся остановятся разгонятся остановятся и идут вдоль баржи не знаю чем они занимаются пираты наверное карибского окна вот такое вот у нас открытие вышло борзая одно отпустили сразу четверо вот такие вот у нас есть друзья маленькие но мы будем гуманными нашим речным обитателям и сейчас начнем их всех отпускать так первый пошел ну ка так стал на на крыло пошла первую отпустили дальше это менее живучая рыбка у нас давай плыви тоже ох что-то ты на бок завалилась ну ка давай реанимацию тебе давай а искусственное дыхание прошло успешно пошла так вот она вот она вот она вот она ушла и еще два у нас отпущенца вот еще один отпущенец как чухнул и последний замыкающих точнее давай плыви дорогуша шок еще не может себя прийти ничего придет берегу тоже уплыла на этой замечательной ноте я с вами прощаюсь до новых встреч наверное завтра тоже пойду на рыбалку скорее всего если стану утром вот а всем вам остальным желаю успехов на рыбалке личной жизни и вообще всем удачи и пока